Более 400 столичных школьников в минувшие выходные отдохнули в горах. Традиционное мероприятие «Лыжне-2016» прошло в горах села Ташдебе Аламединского района. Дети из реабилитационных центров Бишкека посоревновались по седьми видам спорта. Помимо этого были устроены различные конкурсы, победители которых получили ценные подарки. Рассказывает Алтымбек Таланбеков. С веселой зарядки на чистом воздухе начался субботний отдых столичных школьников. Настыгонские горы встретили детей обильным снегом и благоприятной погодой. Главное, чтобы они получили такой взрыв эмоций. В этом году у нас в Бишкеке, вы знаете, снега мало. Но наконец-то мы дождались, что здесь у нас есть снег. Здесь порядка 400 детей из реабилитационных центров для беспризорников, для сирот города Бишкек. Помимо этого наши районные центры спорта отбирали детей, которые участвуют в кружках, секциях по разным видам спорта. Любителей перетягивания каната здесь оказалось немало. По коленам в снегу они добывали себе победу. Ничто не могло омрачить сегодняшнее настроение детей. Среди конкурсов, пожалуй, одним из самых интересных стал конкурс «Слепка снеговиков». Дети придумывали им новые образы. В ход пошли и шарфы, и очки. Нам сказали делать снеговика. Ну, да, за пять минут мы решили сделать не как все, а сделать девочку. И вот потом как-то спонтанно взяли очки, шарфы. И как-то получилось девочка и все. И потом сейчас начали делать еще ребенка. Любители же более экстремальных зимних развлечений попробовали встать на лыжи. Многим это удалось, и они заинтересовались этим видом спорта. Но были и профессиональные спортсмены. Молодая Кундус Абдекадырова – восходящая звезда по лыжному биатлону. В этом году она стала первой кыргызской биатлонисткой, завоевавшей лицензию на участие в юношеских олимпийских играх. Я очень стремилась к этим соревнованиям. Уже семь лет как тренируюсь. Я очень рада, что поеду и буду представлять наш Кыргызстан. За всю историю я первая биатлонистка. Надеюсь, будут расти и другие поколения. Школьники в горах отдыхали с 10 утра до 3 часов дня. Для победителей конкурсов были подготовлены подарки. Но и те, кто не получил ничего, не отчаивались. Соревнования в горах стали одним из ярких моментов зимних каникул. Алтубик Таланкеков, Нуркамель Асанов, Общественный Первый канал.